здравствуйте дорогие друзья меня зовут татьяна и этот видеоролик обзор моего стеллажа номер один так я условно назвала и полочки под номером 2 сегодня я вам покажу какие орхидеи располагаются на этом стеллаже на 2 по счету сверху полки и так вот сейчас давайте начнем с первого ряда который ближе к нам и здесь располагается фаленопсис биркинг совсем недавно был обзор моих цветущих фаленопсисов несколько дней тому назад и если вы хотите посмотреть и послушать что я говорила об этих цветах более подробно ссылочку на этот ролик я оставлю в описании под этим видео можете пройти и посмотреть ну а сейчас я демонстрирую что распустился на этом фаленопсисе второй цветок мне даже кажется что он слегка даже покрупнее чем первый цветочек незначительно но визуально кажется мне что немножко он побольше имеет вот такие зелененькие кончики меня спросили в том видеоролике о цветении имеет ли этот фаленопсис какую-то другую аббревиатуру помимо названия цифры или буквы нет этот фаленопсис я покупала как фаленопсис лдс биркинг вот такое мне отрастил это уже домашний цветоносик и уже полностью домашнее цветение аромат я вам хочу сказать очень знатный еще не было у меня фаленопсисов с подобным ароматом сравнить его ни с чем нельзя и описать тоже очень сложновато я не мастер в описании ароматов но очень очень приятный аромат имеет этот фаленопсис очень быстро он адаптировался разбор корневой системы и посадка была на моем канале прекрасно у него сейчас растут домашние корни и замечательно себя чувствует ну как можете уже посмотреть вырос вот этот листик и вот этот листик тоже растет подрастает также наметился вот такой прямо вот из-под этого листа из-под верхнего да что немного удивительно еще один цветонос и здесь имеется цветонос с которым он пришел но он не развивается и так в скором будущем буду иметь цветение на двух цветоносах а может быть даже и на 3 если тот цветоносик с которым он пришел на думает развиваться и здесь в цветочном обзоре я показывала что почечка следующий бутончик засох но видимо какая-то была погрешность в уходе но следующий бутончик обязательно должен будет раскрыться очень красивая него обратная сторона как у монетки до реверс аверс такие вот оттенки желто-оранжевые салатов и зеленые какие-то очень интересное сочетание цветов вот с таким глубоким красным цветом на самом деле вот камера сейчас приходится включать подсветку свет от ламп без подсветки очень в искаженном виде передает цвета и уходит атлас атласный блеск которым обладают лепестки но на самом деле фотографию на своей странице вконтакте я разместила но который очень отчетливо виден этот атласный блеск фотоаппарат очень хорошо его при определенном освещении передал вот название этого фаленопсиса и как можно видеть получила ее в июле двадцатого года и за это время этот фаленопсис нарастил мне неплохую корневую систему не очень-то водохлебный мой экземпляр несмотря на посадку такую как большинство моих фаленопсис посажены этот фаленопсис не очень часто требует полива вот такие у него толстые огромные корешки кончики все в росте очень хорошее растение мне попалась и вот так себя чувствует этот мой молодой новый биркинг следующим фаленопсисом здесь будет фаленопсис гиганты я этот экземпляр я получила в 2018 году на моем содержании это орхидея находится уже два с небольшим года получается да получила я ее с тремя листиками вот этот лист был самым большим и один лист самый маленький нижний в процессе адаптации отсох получила я ее с не очень хорошей корневой системой да и на тот момент у меня не очень много было опыта и прям таки это было такое не очень я была рада получить довольно таки дорогостоящее растение с такой корневой системой с которой это растение пришло перед отправкой продавец мне делал фото этого растения его листовую часть вместе с линейкой прислал фото и горшок с корнями где было видно несколько участков где проглядывал зеленый корешок но когда я получила растение то было немножко шокирована у него было черноватое основание были в основании также корни черного цвета наполовину иссохшие также она была изрядно просушена ну вот пересадила я его давайте посмотрим это гиганты от карги очень боялась загубить читала и смотрела во всяческую информацию про гиганты и проскакивала такая информация что капризные растения в домашнем содержании и все прочее но ничего очень долго сидела она у меня тихо смирно не показывал никаких признаков роста а также и посадила я ее в экспериментальную посадку использовала я для этой посадки стриженные корни папоротника я не знаю смотрят ли этот ролик те кто смотрел тогда когда я приносила из леса эту кочку папоротника разбирала ее сажала на нее гастрохилусы и вот часть от стриженная часть досталась и в посадку вот она находится в средней части горшка точно так же я посадила добавила посадку гиганты и также здесь куски крупной коры осмокот заложены давно-давно уже наверное достались пустые оболочки и корни гиганты и выглядят вот таким образом они плосковатые с какими-то бурыми насечками растение очень любит пить и требует частого полива и практически постоянной влажности в горшке вот за два года немного наросло корней но также еще выросло несколько воздушных корней выглядят конечно они не очень красиво но тем не менее в этом году только в этом году моё гиганты и чудо выдала новый листик я так подразумеваю все дела но смирно еще и потому что вероятно его кто-то грыз скорее всего клещи потому как на листьях конечно нет никаких повреждений но вот здесь на тех листьях которыми она ко мне пришло вот это черное это как раз есть признаки клеща или то что он был или моей уже моем содержание его подгрызали клещи но с этой чернотой он пришел возможно и клещ ко мне приехал тоже с этой орхидеи этого исключать нельзя конечно не утверждаю но и не исключено и после того вот как я дельцидом поборолась с клещом растение выдала новый лист и посмотрите он в несколько раз больше тех листьев которые у него были и вот такой мясистый кажется что на ощупь он такой очень влажный очень приятный словно патчи под глаз если для сравнения очень такой нежный его хочется трогать трогать гладить имеет вот такую седину на себе очень красивая и вот такая потрясающая у него сердцевинка . роста очень красивое растение растет пока развивается и я очень рада что в этом году моя гиганты и дала очень хороший прирост следующим фаленопсисом на этой полке это будет фаленопсис мило пала я его если не ошибаюсь в девятнадцатом году нет они в девятнадцатом все-таки на 18 в размере 17 маленькой такой растюшкой ну эту свежую маленькую растюшку очень хорошо побил погрыз клещ и все равно мы с ней справились вот она цветет давно я показал уже и первый обзор цветение второй обзор цветения она все держит твои цветочки потрясающе долго держит цветение ни одного цветка еще она не отсушила все они на цветоносе все в свежем виде ну вот пока не дорастает дорост тут цветонос на один бутон и пока на этом все тоже я так подразумеваю что растение будет не очень крупным так как не особо быстро она развивается и корневую систему тоже довольно таки хорошо наращивает вот сегодня видите суховато уже требуется полив но специально перед съемкой не стала я поливать не люблю я показывать сырющие корни вот мне больше нравится смотреть вот на такие корешочки развивается все прекрасно и смотрю вот здесь у нас прям на днях от шеечки показался новый молоденький кореш очек ну и вот для тех возможно кто-то не знает не сталкивался конечно лучше не сталкиваться но покажу как выглядят листья поврежденные клещом клеща уже давно мы с ней победили но последствия еще очень долго будут оставаться на телах орхидей вот таким образом и эти листочки будут отмирать вот так выглядят покусы белыми такими пятнами плешинами и если вдруг вы обнаружите даже незначительные вот такие пятна признаки то знайте это работа клеща и растение необходимо срочно лечить избавляться от этого клеща сейчас листик теряет постепенно тургор здесь намечается желтое пятно и естественно этот лист будет у нас отмирать ну а вот эти остальные листья бодренькие зелененькие выглядят хорошо мне очень нравится это растение фаленопсис мило еще я здесь расположила детку которая уже не влезает в коробок она закрывает своими листьями более маленькие растения в коробок сеянцы и это растение я выращивала из фласки это фаленопсис карнингиана карнингиана из разряда лопушков похоже будет ну вот этот экземпляр с такими с узкими ремневидными листьями каждый лист вырастает покрупнее покрупней очень любит пить это растение нарастила тоже тут кучу воздушных корней и что-то у нее было немножко какой-то стопор в развитии и вот в результате чего она немного такой горбатый выдал листик он долго не раскрывался был такой сабелькой я его не разлепляла возможно из-за того что настали более такие сухие времена сейчас влажность падает ниже 40 стараюсь поддерживать хотя бы на 40 процентах но не всегда удается и она чуть ниже растения естественно привыкшие жить летом весной и осенью в более влажных условиях конечно же будет это отражаться на их внешнем виде на росте на развитии ну все равно развивается листик поблескивает глянцевый очень красивый и вот там сначала один цветонос застопорился вот то что снизу пипочка и теперь сверху что-то такое непонятное начало прорастать тоже я никак не пойму пора пересадить это растение буду делать посадку в закрытую систему так как очень быстро пересыхают корешки буквально через день подливаю ему воды очень быстро выпивает горшок ему нужно во-первых побольше и во-вторых чтобы не очень-то много уделять одному ему внимание не тратить свое время сделаю ему посадку в закрытую систему до для справки два года этому растению два года от момента размытия из фласки бутылки до стеклянный до вот такого состояния в моих условиях если учесть что я была полный дилетант можно сказать это была первая фласка в моей практике и вот это осталось одно из самых захудал их маленьких растенец смогла довести до таких размеров после пересадки его и в отдельную баночку побольше размером и не стала содержать вместе со всеми то есть более вольное содержание скажем так и думаю что это сыграло роль что растение довольно таки быстро развелось и вот таких размеров достигла есть еще одно растение я вам показывала она находится в коробе имеют другую форму листьев но как-то слабенько развивается хотя она была чуть покрупнее этого сейчас хочу на полку положить вот этот термометр градусник вот где на полке сейчас он находился на деревянной полке вот такие показатели с помощью этого термометра я варила питательную среду каждое деление это два градуса на деревянной полке вот смотрите 24 градуса теперь я хочу пока делаю обзор положите термометр сюда для чего потом чуть позже с вами об этом поговорим ну а пока рассмотрим вот этот фаленопсис его я тоже получила в этом году он новичок и занял место конечно же после обработки и карантина здесь на этой полке вместе с уже давно домашними трехлетними фаленопсисами и это фаленопсис давайте посмотрим green world snake skin то есть змеиная шкура змеиная кожа змеиная шкура это был фаленопсис мечта наверное всех архаманов и новичков не ноги не новичков за получить этот экземпляр свою коллекцию ну и я не без исключения тоже приобрела себе этот фаленопсис точно так же как и беркинг скорее всего вместе с ним он приехал в седьмом месяце двадцатого года то есть этого года и вот так выглядит его корневая система так вот он посажен в крупную кору кому нужна кора обращайтесь ко мне на страницу вконтакте но уже наверное только после нового года сейчас заниматься отправкой коры мне некогда кора еще немного есть в наличии поэтому могу помочь в этом вопросе вот такая корневая система и совсем не так давно я вам показывала и рассказывала что пристально наблюдаю за этим фаленопсисом так как цветонос показался но очень долго не хотел расти и что-то там такое меня напрягало но как-то нет он раз так и стремительно пошел в рост и вот уже смотрите буквально сколько это на месяц там назад было до ролик тот вот уже за месяц не знаю быстро это или не очень быстро для данного сорта но уже начинаются формироваться бутончики тоже развивается хорошо листьев новых пока нет дорос вот этот лист и будем ждать цветов девочки уже хвастаются делятся своей радостью но я жду свою давайте вот эту красотку посмотрим с вами мешает тут корешок сверху сейчас так ну что шалериана butterfly по моему это у меня вариация моя шилка надумала растить новые молодые корешки цвела она у меня за это время с 18 года она у меня по моему цвела два цветоноса есть не цвела на единожды вот этот цветонос она показала и засушила на стадии бутонизации этот цветонос рос очень очень долго но в итоге смогла она только одним бутончиком порадовать распустился цветочек немного такой деформированный но все-таки я была рада хотя бы посмотреть и на один цветочек вот так по кругу по шейке растут корни и тадам тадам растет у нас цветонос цветонос такой уже достаточно жирного тенький и вылез он из какой-то почки сначала она выросла вот так и застоприлась я очень переживала но потом вот все таки она раскрылась и пошел цветонос в рост я сейчас слежу чтобы это растение шибко не пересыхала и вот как я про нее уже рассказывала это любительница нести на себе только три листовых пластины как появляется четвертый лист нижний самый сразу же начинает отмирать думал что может быть нехватка каких-то питательных веществ или же погрешности в содержании которые к этому приводят но вы пишите в комментариях что у вас точно такая же ситуация складывается и возможно это просто такой сорт такая особенность иметь не более трех четырех пластин листовых вот и все довольно таки растут широкие листья рисунок очень красивый ну и посмотрим что у нее в горшке в горшке очень много зелени посадку не тоже специфическая и треть посадки сверху занимает кокосовое волокно корни и любят очень в нем плестись как это можно заметить но там нижняя часть заполнена корой средней фракции и дренажный слой в виде камней здесь есть небольшой такой налет из водорослей ничего страшного вот они растут там хорошие корни есть как хорошие так и уже корни которые завершили свой жизненный цикл в общем я считаю что такие корешки красивые растут красавчики я считаю что нормально себя чувствует и с корнями у нее тоже все нормально посмотрим может быть она обрадует нас чуть большим количеством цветочков чем прошлый раз вот этот гигантельный гибрид тоже радует растил он меня практически наверно за два года с небольшим всего лишь одну листовую пластину что как раз характеризует его родство с гигантей тоже вот есть седина точно такой же очень приятный на ощупь не как листья у других фаленописов тактильное ощущение совершенно иные вот и ну медленный рост тоже листовых пластин все он у меня еще продолжает цвести он был у меня в обзоре цветения вот такой все по-прежнему свежий смотрю может быть надумал даже еще продлить свое цветение может быть будет еще один цветочек прошлое цветение у него по моему было на три цветка прошлом летом был обзор этого растения ну и что по нему сказать растут корешки от шейки точно такая же ситуация как и у всех давно домашних фаленописов боюсь я сейчас ему снести цветок посмотрим что в горшке кстати аромата сейчас у него нет и заметила я что когда подсушиваешь то аромат у орхидеи пропадает и после полива точно также он пропадает и вот если где-то между между то аромат становится более яркий более отчетливый и независимых других погодных условий в доме что сказать помимо того что красивый но медленный будет должен быть он большим и такое количество корней на себе он несет также у меня здесь не керамзит керамзитом уже не пользуюсь поступают постоянно вопросы не пользуюсь уже давно керамзитом потому как считаю этот материал не очень пригодным для использования в моих условиях содержания поэтому давать по керамзиту никаких рекомендаций не могу вот такая корневая этого растения но она и внизу здесь и верхней толще в общем растет развивается жду когда будет моя оргкомната все цветочки я расставлю чуть посвободней ну а то что возможно у кого-то из вас возникнет вопрос что стоят они очень плотно и скучно то считаю что это ничем не вредит моим орхидеям у них создаются условия максимально как я могу им создать конечно приближенных приближенными к природным условиям это назвать очень сложно но все-таки я стараюсь и вентилировать и подачу свежего воздуха им давать и увлажнять воздух ничем им это не мешает с такими вот особенностями с моими стараниями в уходе по этим растениям так дальше здесь стоит фалинопсис голден покер немножко под пылистым нужно будет освежить все цветет смотрите тоже очень стойкий сорт если кто-то надумает я непременно его советую в ярко какого-то выраженного аромата у него совершенно нет но цветы свежие такая у них плотноватая структура сложно назвать ее восковой восковой но довольно таки плотные лепестки цветение сами можете наблюдать держится очень долго вот начинает поджиматься губка у него к верху колонки это значит что срок цветения этого цветка подходит к концу ну и это растение в прошлом году мы с вами опыляли и сейчас близится это действие тоже сейчас хочу начать пылить опять получить коробочки если здесь останется вот этот цветок попробую тоже его пылить хотя особой надежды нет почему это я буду рассказывать уже в другом ролике про опыление корни точно так же нарастают хорошие также есть и давнишние корни постоянно обновляются омолажается корневая система вот хочет пить изрядно я подсушила тут уже смотрю даже немного грунт сжался стал более свободным в горшке вот такая корневая система в горшке этого golden покера считаю что это неплохо для давно домашнего растения так ну что же нам показывает наш градусник а градусник показывает посмотрим смотрите да поднялось на одно деление одно деление у нас целых два градуса и получается что здесь на полке сейчас 26 градусов написали мне комментарий тоже что имеются такие же стеллажи и что на эти железки стелется пеленочка про пеленочку я вам рассказывала в позапрошлом и в прошлом году что я тоже использовала пеленочку обыкновенную вот медицинскую пеленку до одноразовую я разрезала покупала большую пеленку это экономичный вариант в аптеке разрезала ее как раз одной пеленке хватало на две полки чтобы застелить сразу две полки увлажнитель у меня на тот момент не было и пеленка меня очень спасала от сухости воздуха скажем так я увлажнял эту пеленку я уже не брызгала на листья фаленописов не брызгала на верхние слои посадок я брызгала мочила пеленку и уже от пеленки как видите испарением воздух увлажнялся застилать эту полку утверждая что она у меня холодная так как было написано в комментариях ну что человек застилает пеленочкой дабы полка холодная корни мерзнут но я бы не сказала что при 26 градусах корни замерзнут вообще температура вот этой железки будет полностью зависеть от той температуры которая у вас в помещении естественно это железо будет принимать ту же самую температуру она не может быть ни холоднее и ни теплее если его что-то не охлаждает и не подогревает правильно но как раз таки в моем случае мои железки оказываются теплее почему все естественно просто потому что вот как я вам рассказала в своем прошлом обзоре вот этой самой верхней полочки я сказала что потрогав свои вот эти светильники они чуть теплее температуры руки а это значит что они дают температуру чуть больше 36 градусов ну где-то на пару градусов вот и естественно это тепло которое поднимается к верху она греет эту полку и никак холодной она не может быть если бы они грелись очень много да если температура была 40 градусов и выше то естественно мне бы уже пришлось застилать эту полку но не с целью чтобы согреть корни а наоборот чтобы корни получали как можно меньше этого избыточного тепла чтобы мои посадки не пересыхали вот сейчас видите и она все еще даже поднимается вот уже 27 градусов посмотрим же да сколько в помещении в этом мы сейчас находимся снимаем какая температура все правильно вот смотрите температура и сейчас перед съемкой я выключила увлажнитель и пожалуйста вот они данные на момент съемки 27 градусов температура 36 влажность и пожалуйста 27 температура на моей полке все если холодно в вашем доме то и естественно полки будут той же самой температуры здесь далеко ходить не надо проще ориентироваться по термометру до по градуснику ну и завершает этот обзор это фаленопсис дай бог памяти соба лоуренс по-моему да лаврентий подпольная кличка тоже немного пыльноват вот такие листья имеет ушки все у меня хотят поливаться такую на меня коренастенький коняшка это же растут новые корни думала у него закрытая нет у него не закрытая сейчас вы на его из горшка и посмотрим что у его там творится к сожалению экземпляр этот он какой-то не очень цветущий вот выдал мне после того как я его получила после адаптации цветонос подсвел долго качественно цвел к этому претензий нет но после этого такие корнище зато наращивает и наращивать после этого нет мы не цветем чувствую что нужно ему что-то менять и возможно опустить его на пару полок ниже и это его как-то хоть столкнется этой мертвой точке но посмотрите вот он выдал потрясающий новый свежий лист очень люблю такие листья ребристые классные и растим корни сейчас посмотрим что у него в горшке горшок надо поливать здесь тоже немножко подсохла горшке есть корни неплохая корневая система некоторые корни пропадают но как и везде я думаю связывают уже со сменой тому что пришло время смениться корневой системе есть как и хорошие так и плохие в общем растение жирненькое такое очень хорошо растет зацветение мы еще с ним пообщаемся ну что ж вот таков обзорчик моей 2 полочки на первом стеллаже смотрю по прошлому видео ролику обзор первой полки тема вам понравилось благодарю вас за просмотр и благодарю что не пропускаете рекламу подписывайтесь на канал если есть желание ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы и в последующих своих видео роликах я буду выбирать вопрос какой-то касающийся темы фаленописы темы стеллажи возможно я что-то упускаю из вида вам интересно и эту тему я могу раскрыть подробнее со своей точки зрения с вами была татьяна до новых встреч кстати вопрос о поливе кто догадался почему я предпочитаю поливать в первой половине дня свои фаленописы что в этом видеоролике естественно вы нашли на это ответ на тех и те растения которые растут на полочках как я вам и показала полочки немного греются вода постоянно остается теплой что очень благотворно влияет на корневую систему фаленописа и естественно что в ночь я стараюсь всю воду сливать не оставлять чтобы когда выключится лампа естественно произойдет понижение температуры и также корневая система тоже охлаждается и вот чтобы корневая система не получила при охлаждении пусть если даже в доме у нас очень хорошие температуры не опускаются до критических для корней фаленописа да то также и благоприятно для тех фаленопис которые растут допустим на подоконниках очень хорошо если подоконник холодный в холодное время года зимой осенью требуется утеплять для того чтобы после полива корневой ком не переохлаждался очень сильно это очень важное условие для того чтобы фаленописы росли здоровые и красивые случае если температура опускается ниже отметки 20 градусов то полив на таких поверхностях и в таких помещениях которых температура ниже 20 градусов очень может сказаться чревато если еще это влага остается или получается перелив то можно очень легко получить полную частичную или полную потерю корневой системы у фаленописа корни куклятся замокают очень долго стоят сырыми и холодными после чего веламен утрачивает свои рабочие способности просто напросто превращается в кисель и орхидея остается без корневой системы превращаясь в реанимашку